От пациента нервоскулярный конфликт. Боли распирающего характера в области переносицы начались после сильной головной боли, сохраняются по сей пор уже 4 года. Головные боли были в течение месяца, после чего боль перешла в переносицу. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 28 лет дата исследования, 14 февраля 2022 года область исследования, головной мозг срединной структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны, не расширены, до 7 мм, третий желудочек 5 мм, четвертый желудочек интактен. Индекса Эванса 0,27. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла не изменена, гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей, мостомозжечковые углы свободны, слева определяется компрессия тройничного нерва верхней мозжечковой артерии. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. Участков измененного МР-сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Ствол мозга без особенностей, мозжечок симметричный, однородной структуры, сереброспинальный переход без особенностей, придаточные пазухи носа, в зоне сканирования, отек слизистой оболочки левой гайморовой пазухи. Заключение МР-признаки нироваскуляторного конфликта, тройничного нерва, слева, левостороннего гайморита. Рекомендовано, консультация невролога, лор-врача. 27 сентября 2022 года доцент кафедры КМН. Котов МР-заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога, на мой взгляд, слева тройничный нерв несколько подавлен верхней мозжечковой артерией, откуда и боли, что вас беспокоит. Также есть признаки гайморита слева. Вам будет иметь смысл проконсультироваться у невролога и лор-врача. Редактор субтитров А.Семкин